Это кадры немецкой хроники. 22 июня 1941 года. 3 часа 7 минут утра. Севастополь первым из советских городов принимает на себя авиаудар. Фашисты знали, СССР не готов к нападению и рассчитывали нанести максимальный урон Черноморскому флоту. Однако артиллерия советских кораблей встретила налет огнем своих орудий так, что враг лишился нескольких самолетов. Такой сюрприз немцам устроил Николай Герасимович Кузнецов. Нарком военно-морского флота, будущий герой Советского Союза, которому удалось в первые дни войны сберечь весь флот от уничтожения. Это программа «Легенды армии». И я, Александр Маршал. Первые месяцы Великой Отечественной войны принято считать временем потерь и поражений. Однако были и победы, и успехи. Некоторые из них даже сегодня кажутся невероятными. Например, знаете ли вы, что в августе 1941 года наша морская авиация неоднократно бомбила Берлин? Причем разрушительный эффект этих бомбежек был несравним с эффектом идеологическим. Только представьте, Геббельс обещает, что армия Третьего Рейха за три месяца сокрушит Советский Союз, а русские самолеты беспрепятственно долетают до столицы этого Третьего Рейха и сбрасывают там бомбы. Эти дерзкие вылеты стали одной из самых славных страниц в истории морской авиации. А идея их проведения принадлежала наркому флота Николаю Кузнецову. Август 1936 года. Париж. Аэропорт Орли. Из самолета выходит группа советских военных советников в Гражданском, направляющаяся нелегальным образом в Испанию. Среди них капитан второго ранга Николай Кузнецов. Один из немногих, кто говорит по-французски. Позже он признавался, что и не подозревал, как выдает их военная выправка. Офицеры первым делом поехали в магазин, чтобы сменить москвошвеевские костюмы на парижские обновки. Что им нужно, значит, там берет, галифет, там брюки, там вот кто продавал. Ах, говорит, все понятно, вам нужно форму для Испании. Гражданская война в Испании, по сути, стала первым столкновением с фашизмом. Нацистская Германия и фашистская Италия поддержали испанского диктатора генерала Франка. А вот СССР выступал против объединившихся фашистов на стороне республиканцев. Советская помощь шла в Испанию морем. Танки, самолеты, горючее. Обратно наши суда вывозили беженцев. Координировать действия советского и испанского флотов, защищать их от нападения фашистов, пришлось Николаю Кузнецову. Поскольку испанский адмиралитет оказался на стороне Франка, почти весь, серьезных таких флотоводцев не было, призвали советских опытных командиров, офицеров флота. И прежде всего Николая Кузнецова. Его назначили главным военно-морским советником. Каждую неделю Кузнецов провожает из воюющей Испании в СССР транспорты с беженцами. Среди них немало детей, чьи родители остаются сражаться против диктатуры. Наблюдая на причале за сценами прощания, от которых волей-неволей наворачиваются слезы, Николай не может не вспоминать о сыне Викторе. Кузнецов и не подозревает. Совсем скоро на его родину тоже придет война. И Виктору суждено будет оказаться среди беженцев. В пионерский лагерь, где мальчик отдыхал, буквально чудом удастся эвакуировать незадолго до прихода фашистов. Сына Николай Кузнецов видел редко. Первый брак будущего адмирала флота Советского Союза оказался неудачным. Заглушить боль этой личной драмы помогала только работа. Круглые сутки, на износ. В Испанию Кузнецова командировали не случайно. Он был, по сути, одним из лучших советских военных капитанов. Им было введено еще в должности командира крейсера, значит, подготовка крейсера и прогрев турбин с 4 часов он сократил до 15-20 минут. Крейсер «Червона Украина» стал лучшим в морских силах рабочей крестьянской Красной Армии. В 1935 году, значит, на его борту осуществил поход Сергуар Дженикидзе. Он был настолько удовлетворен степенью подготовки экипажа крейсера «Червона Украина», что после этого похода Николай Герасимович Кузнецов, значит, получил награду в виде легкового автомобиля «ГАЗ». В Испании Кузнецов сразу же взялся учить язык. После немецкого и французского это показалось Николаю несложным. А ведь когда-то он, крестьянский мальчик, вынужденный после смерти отца мыть полы в трактире, не мог и мечтать о беседах с иностранцами и путешествиях за границу. Теперь же Кузнецов вместе с испанскими коллегами на практике отрабатывал тактику морских сражений с фашистами. Этот опыт оказался бесценным для будущего советского наркома ВМФ. И он не только руководил действиями испанского флота, в Испанию же приходили и наши корабли, и наши подводные лодки. В частности, вот золотой запас Испании был вывезен на наших подводных лодках, и Кузнецову приходилось заниматься и этой проблемой, принимать наши корабли. Во многом это определило его дальнейшую судьбу на флоте. Очень скоро он был назначен заместителем командующего Тихоокеанским флотом, а потом и командующий Тихоокеанским флотом. В тот момент именно на Дальнем Востоке назревал военный конфликт, который грозил перерасти в полномасштабную войну. Японские милитаристы, уже захватившие часть Китая и Корею, предъявили территориальные претензии Советскому Союзу. Соединенные Штаты, поощряя японцев, поставляли им горючее стратегическое сырье. Столкновение было неизбежным. Армия японцев в Маньчжурии разгромлена богатырским ударом Красной Армии. Советская кинохроника представляет итог этого конфликта, едва ли не как легкую победу. СССР и в самом деле за две недели отстоял свою территориальную целостность, но проблемы, которые вскрылись при этом, советская система помощи раненым, конструкция танков, взаимодействие родов войск, заслуживали самого серьезного внимания. Командующий Тихоокеанским флотом Кузнецов, чьи специалисты разведки занимались дешифровкой японских переговоров, вероятно, лучше других видел все слабые места. Но куда большим бедствием он считал репрессии, которые буквально выкашивали командный состав. В 1937 году по стране и по военно-морскому флоту прокатились репрессивные мероприятия, которые подмяли под себя командный состав всех категорий и военно-морского флота. Едва вступив в должность командующего, Кузнецов потребовал от начальника краевого НКВД более серьезных обоснований для арестов своих подчиненных. Его забросали протоколами допросов с признаниями. Кузнецову еще только предстояло узнать, как именно добываются эти признания. В декабре 1938-го, отправляясь по вызову в Москву на совещание Главного военного совета ВМФ, Кузнецов на всякий случай пишет матери прощальное письмо и просит заместителя передать, если он не вернется. Незадолго до этого на Тихоокеанском флоте случилось ЧП, потерпел крушение линкор. И Кузнецов, как командующий флотом, всерьез опасается за свою судьбу. Однако его выступления на совете с примерами из испанского опыта производят на Сталина большое впечатление. Так что вскоре Кузнецова вновь приглашают в Москву выступить на съезде партии, а ночью вызывают к Сталину в Кремль. «Как вы смотрите на работу в Москве?» – задает вопрос вождь. Первыми двумя наркомами военно-морского флота с момента образования наркомата военно-морского флота были люди, которые были очень далеки от военно-морского флота. Так, первым наркомом был назначен бывший начальник главного политуправления Рабоче-крестьянской Красной Армии. Он был репрессирован. За ним был назначен заместитель наркома внутренних дел, который вообще не служил в армии. Он также был репрессирован. И только третьим наркомом был назначен в апреле 1939 года Николай Герасимович Кузнецов. На тот момент Николаю Кузнецову всего 34 года. И он влюблен. Хотя до сих пор ни разу не видел свою избранницу. Лишь слышал ее голос, когда звонил с Дальнего Востока в Москву в отдел картографии штаба флота. В Москве Кузнецову выпадает случай познакомиться со своей собеседницей, Верочкой Шитохиной. И она становится для Николая Герасимовича самым верным другом и матерью троих сыновей. Старшей впоследствии тоже будет жить с отцом. Вера Николаевна как-то спросила, что вот есть у тебя близкие, как вы. А он говорит, знаешь, а я не могу себе позволить этого. Вот я ведь сегодня с ним здесь дружу, а завтра я на службе. Я с него должен спрашивать. Я должен иметь на расстоянии. Вот это обязывает его положение. Вот туда вот не допускать. Вот друг у него был, Вера Николаевна. Кузнецов вспоминал, как встреча с революционными моряками когда-то изменила его судьбу. Он, мальчишка, рвался в бой. Хотел драться за идеалы революции, но его отправили учиться. Сначала на подготовительные курсы, потом в военно-морское училище, которое поразило его огромной коллекцией макетов кораблей разных эпох и множеством диковинных экспонатов из дальних странствий. Приняв под командование весь советский флот, Николай Герасимович выступил с инициативой открытия новых морских училищ и создания морских спецшкол. Впоследствии они будут переименованы в Нахимовские училища. Война надвигалась неумолимо. Кузнецов, понимая, что можно не успеть подготовиться, принял решение скорректировать десятилетнюю программу строительства военного флота. В 1940 году данная программа была пересмотрена. Отказались от строительства тяжелых линкоров, крейсеров. В программе строительства сделан был акцент на строительство легких сил, так называемых. Это подводные лодки, эсминцы, тральщики, катера. И благодаря усилиям Николая Герасимовича к началу Великой Отечественной войны военно-морской флот Советского Союза имел уже более 900 боевых кораблей. Адмирал Кузнецов организовывал крупные учения, поощрял научные разработки по оснащению кораблей противоминным оборудованием и требовал сбивать немецкие самолеты, если они направляются к советским базам. В середине марта 1941 года уже был совершен первый обстрел немецкой авиации над базами в Лебаве и в Полярной. После этих фактов наркома военно-морского флота Николая Герасимовича Кузнецова вызвал к себе непосредственно Иосиф Истребович Сталин и объявил ему выговор за данное действие, потому что это противоречило общей доктрине Сталина о том, что война невозможна. Кузнецов возвращался от Сталина подавленным. Учитывая судьбу своих предшественников, Николай Герасимович не мог не понимать, чем грозит гнев хозяина Кремля. И все же нарком ВМФ отменил свой приказ лишь формально. Теперь Кузнецов требовал не сбивать, а принуждать нарушителей границы СССР к посадке на наших аэродромах. К 16 июня 1941 года директивой Кузнецова весь военно-морской флот был приведен в боевую готовность номер 2. Это когда все силы и средства флота находятся в состоянии полных запасов, прекращается увольнение на берег и отпуска личного состава, усиливаются корабельные дозоры. Поздним вечером 21 июня наркома ВМФ вызвал к себе нарком обороны, маршал Тимошенко и сообщил – возможно нападение. Эту информацию нельзя было расценивать как приказ. Не имея на руках официальной директивы, Кузнецов все же пошел на огромный риск и в 23.50 отдал распоряжение флотам немедленно объявить готовность номер 1, то есть встречать противника огнем. На фоне колоссального разгрома Красной Армии в приграничных сражениях, на фоне того, что первые удары гитлевской Германии на сухопутных фронтах, на границе были встречены в огромной степени внезапности и неожиданности, военно-морской флот был готов к нападению Германии. Была объявлена боевая готовность 1 к Кузнецову, и флот оказался на высоте в этом плане. Ни один краснофлотец военно-морского флота Советского Союза, ни один корабль не получили ни повреждений и не были уничтожены в первые часы войны. Вообразите себе, на Севастополь падают бомбы, дивизии вермахта переходят к границу, а в Москве до утра гуляют выпускники школ. Да и утром празднично одетые прохожие в воскресенье все-таки выходной прогуливаются по центру столицы. Около 10 утра Кузнецов приезжает в Кремль с намерением лично доложить обстановку, но в Кремле никого нет. Кузнецов не в силах поверить, предполагает, что руководство страны собралось где-то в другом месте. Вернувшись, наркомат спрашивает дежурного, кто-нибудь звонил и слышит ответ, никак нет. Всю ночь наркомат флота работал как часы. Все военно-морские базы, флоты и порты оказались полностью готовы к отражению любых атак. Этого успеха и правоты, ведь Кузнецов оказался прав, ожидая нападения, адмиралу подспудно многие не смогут простить и после войны. Война сильно изменила облик советской элиты. На первый план выдвинулись талантливые полководцы и организаторы, нередко имевшие собственное суждение и не стеснявшиеся высказывать его. Однако, как только отгремели победные залпы салютов, хозяину Кремля вновь потребовались люди, готовые в первую очередь беспрекословно выполнять его волю. В послевоенные годы, в 1946-1947 год, решалась судьба военно-морского флота, решалась судьба огромной кораблестроительной программы. И Кузнецов, как профессионал высокого класса, позволил себе вступить в некий спор со Сталиным, позволил себе отстаивать свое мнение о развитии флота. И Сталин ему, в общем-то, этого не простил. В 1947 году адмирал Кузнецов был снят с поста наркома ВМФ. Его разжаловали до контр-адмирала, определив местом службы Дальний Восток. В 1948 году против Кузнецова и двух его коллег было выдвинуто обвинение. Якобы во время войны они передали союзникам-англичанам чертежи парашютной торпеды. Этот факт был использован и был устроен суд чести. Здесь, в Москве, в главном штабе ВМФ, Кузнецову и группе других адмиралов, в частности, адмиралу Степанову, Галлеру, были предъявлены вот такие обвинения. Но, учитывая высокие заслуги Кузнецова в Великой Отечественной войне, не стали делать из этого уголовное дело, а сделали дисциплинарное. В 1953 году, после смерти Сталина, приговор Верховной коллегии от февраля 1948 года был отменен. И дело, со отсутствием состава преступления, прекращено. Кузнецову присвоили новое, только что установленное звание адмирал флота Советского Союза с вручением маршальской звезды. Ему было на тот момент всего 50 лет. Николай Герасимович был полон сил и при этом накопил колоссальный опыт. Но все это вновь оказалось ненужным руководству страны, когда Кузнецов проявил свое знаменитое упорство, настаивая. Стране нужна программа создания флота нового поколения. Он все время жил внутри себя с большими, внутри, конечно, переживаниями, что программа может не выполниться, потому что не принимали ее. Ракеты нужно было делать, Крущев был за эту часть совершенствования нашей армии. А корабли, он сказал, ну, если корабли, вы будете на них только на праздники ездить или начальство возить. И меня поразило, что стиль разговора Кузнецова с высокими, весьма членами правительства, членами ЦК, членами Политбюро, был такой, каким он был и на флоте, как он разговаривал с нами, с подчиненными. То есть он возражал, выступает большой, крупный наш государственный деятель, а Куницов говорит, нет, вы не правы. Я просто замер, когда такое слышал его возражение. И объясняет, почему он не прав. Объясняет правильно, с ним соглашается. Адмирал флота Советского Союза Кузнецов, который всегда прав, был очень неудобным для руководства страны. И потому вскоре он оказался не просто неудел, но был еще и дискредитирован. Это случилось в 1955 году после взрыва на линкоре «Новороссийск». Была страшная трагедия. Линкор после взрыва опрокинулся. Погибло в его отсеках свыше 600 человек, 610 человек. И вот эту вот страшную катастрофу повесили на Кузнецова. Обвинили его. Поскольку формально он оставался главнокомандующим военно-морским флотом, то его снова разжаловали до звания вице-адмирала. И еще добавили вот такую резолюцию, довольно обидную для него, без права служить в военно-морском флоте. Истинные причины трагедии неизвестны до сих пор. А вот виновник Кузнецов был назван фактически еще до окончания расследования. И никого не смутило, что главком ВМФ несколько месяцев до этого был в отпуске по болезни. Больше того, Николаю Герасимовичу даже не предъявили никаких доказательств вины. Однажды он написал письмо в президиум ЦК, где он написал, что с ним сотворили, и что он требует, чтобы рассмотрели это дело. И показали ему документы, на основании которых это было сделано. Но ему никто ничего не показал. Да и зачем там время-то терять? Подумаешь? Кузнецов какой-то. Годы несправедливого забвения стали не только личной драмой героя Советского Союза Николая Кузнецова, но и всего военно-морского флота. Ведь его роль в Великой Отечественной войне искусственно замалчивалась. 500 тысяч моряков сошло с кораблей и пошли воевать в сухопутной армии с кормейцем. Вы помните, что делала морская пехота? Это, значит, и Севастополь, и Одесса, и все другие города, которые, и Северный Кавказ. Это моряки воевали. Почему-то у нас вот в истории вот это не отражено. Мы привыкли видеть армию, армию, армию. Кто обронил Ленинград? Там же стояли кругом балтийские военные корабли, которые пришли из Сталина. И они сумели обронить этот город. Они стреляли. Понимаете, это потрясающая была роль моряков в обороне наших главных городов. За время Великой Отечественной войны силами военно-морского флота Советского Союза было потоплено более 1400 кораблей и судов. Первое. Второе. Силами флота было перевезено 100 миллионов тонн грузов. Значит, было перемещено 10 миллионов человек. Это включает и гражданское население, и войска, и так далее. Иосиф Иссарионович, подводя итоги Великой Отечественной войны, дословно сказал следующее, о том, что военно-морской флот Советского Союза выполнил свою задачу до конца. При жизни справедливость в отношении опального адмирала так и не восторжествовала. Звание адмирала флота Советского Союза Кузнецову вернули лишь в 1988 году, через 14 лет после его смерти. До этого, по воле родственников, на могиле не значилось никакого воинского звания. Коле Кузнецову было 12 лет, когда однажды в родных краях он попал с рыбаками на промысел, недалеко от Архангельска, и даже был вперед смотрящим. Старый рыбак похвалил подростка, да ты, брат, не укачиваешься, будешь добрым моряком. Но дороже этой похвалы для Николая оказалось необычайной силы зрелища «Рассвет над морем», который навсегда врезался в память. Быть может, тогда Кузнецов и решил, что станет моряком. Он и сегодня встречает рассветы над морем. Боевую вахту несет крупнейший корабль российского флота, «Тяжелый авианесущий крейсер адмирал флота Советского Союза Николай Кузнецов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова